Военным советов флота был брошен болтийцам клич. Защите нужна пехота, и добровольцы нашлись. Евгений Никонов I был принят в этот отряд. Были железные нервы, зоркий охотничий взгляд. Был первым смелым и преданным своей родине. Даже когда рядовой матрос Евгений Никонов получил тяжелое ранение и попал в фашистский плен, силы его не покидали до последнего. Жестокие пытки так и не заставили рассказать юношу о численности и составе отряда своих боевых товарищей. Фашисты сожгли его заживо. Ему было всего 21. Спустя десятилетия, когда Эстония вышла из состава СССР, памятник Герою Советского Союза был разрушен. Его прах перезахоронили в селе Васильевка. Уже в этом году на месте первого захоронения была обнаружена мемориальная плита. Было принято решение переместить ее на малую родину моряка в Самарскую область. Хочется поздравить всех, кто сегодня видит эту плиту. Конечно, сейчас она красивая, чистая, была немножечко в другом виде. Она лежала много лет на земле. Перевести плиту удалось благодаря поддержке Министерства иностранных дел России и посольства Эстонии. За несколько дней самарские активисты на машине преодолели несколько тысяч километров. И все ради того, чтобы подрастающее поколение не забывало героев, которым оно обязано жизнью. Это невероятно важное событие, потому что подвиг Евгения Никонова, человека, который отважился в таком раннем возрасте, не пожалев себя отдать всего себя врагу, не рассказав при этом, не выдав своих, это, я думаю, стоит дорогого. Из Самары мемориальная плита отправится в Тольятти на малую родину героя и будет храниться в школе, носящей имя Евгения Никонова. Анастасия Зубарева, Станислав Левин. События.